Чем сегодня являются нации у нас? Я общалась с одним из представителей нашей, так скажем, власти, да? Он хочет быть накачанным вот этим вот красивым каким-то там орком. Всем привет! У нас новая рубрика на Казанферст. Наша рубрика с Достанкой Адыровой и мной, Ильнур Мьярхан, называется Аналитикла. О чем мы будем говорить? Мы будем обсуждать самые главные истории, события, ну и вообще какую-то информацию, которая происходит с татарами в татарском мире. Александр? Сегодняшний наш выпуск непредсказуемо посвящен, как сказать? Сегодняшний наш выпуск посвящен, пожалуй, главной теме 2020 года, по крайней мере. Для татар. Для татар, да. Перепись. Перепись России, перепись населения. В общем, тут депутат Госдумы Эльдар Гемутинов сказал, что в переписи можно переписаться кем угодно. Мы тут с Ляйсаном подумали, да, ведь Ляйсан? Запишемся, я буду эльфом, а ты будешь. Ну, я, наверное, буду гномом. В общем, Ляйсан, скажи, пожалуйста, вот перепись, да, вроде бы как важно такое мероприятие, но все к нему относятся легкомысленно. Ну, оно неудивительно, потому что вот в глазах обывателей даже, ну, даже в моих глазах, не постесняюсь того сказать, я не знакома с этим процессом. Он был 10 лет назад, когда мне было около 10. Это что-то скучное, непонятное, бесполезное. Бесполезная перепись, да? Да, мне нужно, чтобы мне кто-то объяснил, в чем суть и для чего это нужно, для кого это важно. Ну, смотри, у нас есть прекрасная возможность записаться, кем мы хотим быть внутренне, да, ну, то есть не обязательно же выбирать именно национальности. Давайте там каких-нибудь там сказочных героев выберем, да, я вот, например, в детстве хотел быть терминатором. Ты кем хотел быть в детстве? Не знаю, может быть, что-то из Дисней. То есть ты не хотел быть в детстве татаркой, да? Нет, я не понимала, почему это важно, в принципе. Слушай, а почему вообще люди, да, так относятся во время переписи? Ну, в принципе же, как это происходит? Приходит переписчик к человеку и говорит, давай определяйся, я тебя сейчас перепишу, да? И люди такие, а вот не хочу, вот хочу вот быть тем, всем, да? Вот почему люди вдруг так выбирают какие-то странные идентичности? Ну, в обществе полно фриков всяких, которым вот как... А подожди, а эти фрики откуда появились? Это другой вопрос. Нет, это наш вопрос. Люди развлекаются как могут. Вот есть задача, тебе скучно, ты сам себе делаешь настроение. Хоп, записался эльфом, хоп, записался троллем, новым кем угодно. Вот и все. Ну, я даже не знаю, чем объяснять такое поведение больше. Мне кажется, что здесь надо немножко углубиться. В общем, смотрите, мы живем в современном мире, в мире, где доминирует популярная культура. Ну, поп-культура, да? И вот посмотрите, вот мы каждый день что обсуждаем? Мы обсуждаем какие-то голливудские фильмы, да? Какие-то комиксы, мультфильмы. И получается так, что современный мир – это мир поп-культур. Есть любители «Властелина колец», есть там фаттарианцы, да? Есть любители игрушек «Варкрафт», да? И вот получается, человек на самом деле сегодня живет именно вот в этих ценностях, в этих координатах, да? И ему просто действительно скучно. Он хочет быть накачанным вот этим вот красивым каким-то там орком, да? Просто представь, что еще десяток лет, еще два десятка лет, и никто не будет записывать себя ни русским, ни тотальным, ни чувашим, ни удмуртовым, ни кем. И будут всякие реально просто какие-то, как это сказать, герои какие-то просто выдуманные. Ну да, но с другой стороны, вот чем сегодня являются нации у нас в современном понимании? Что такое нация? Давай вот как... Ну что ты прям как учитель моего общества, что такое нация, государство, политика, общество, я вообще... В общем, ребята, смотрите, мне кажется, что современная поп-культура, ну, это, в принципе, нас национальности тоже затрагивает. Ну, вы же все знаете, да, вот есть непримиримый лагерь, да, там, любители комиксов DC и любители комиксов Marvel. И, в принципе, такое же противостояние вы видите между татарами и башкирами. Ну да, 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 вот. Да, в принципе, и у башкир, и у татар есть свой пантеон героев. В комиксах то же самое, свои Бэтмены, свои Супермены. У татар тоже свои Бэтмены, свои Супермены, да. И, в принципе, сегодня нужно признать, да, Ласян, мы же признаем, ты со мной согласишься? Что, в принципе, все вот эти татарские общности живут именно в жанрах популярной культуры. И если не создавать вот эти вот яркие смыслы, яркие образы, да, идеи, которые бы объединяли, в принципе, фан-базу в виде татар и фан-базу в виде башкир, то, в принципе, национальности бы и вымерли, да. Это все, да, ты мне скажи лучше, кто должен этим заниматься, кто должен создавать эти образы. Вот моя надежда, да, там, лидеры какие-то, общественные мнения, да, общественники, активисты и прочее, прочее. Где все эти люди? Где, где, где? Чем они сейчас занимаются вот в преддверии этого события? Да, ну, я общался с несколькими деятелями нашей культуры, искусства, ну, в общем, нашими татарскими интеллигентами. У всех пока, знаешь, такое ощущение, но вот нам перепись особо-то не нужна, в переписи особого смысла нету. Это все, как бы, для государства. Какое-то такое упадническое настроение, тебе не кажется? Нет, не кажется, потому что как раз-таки совсем недавно я общалась с одним из представителей нашей, так скажем, власти, да, и человек очень воодушевленный рассказывал о том, что нам нужно сделать, чтобы населению было понятно, что такое перепись, для чего она нужна и как ее нужно правильно провести. Все это было, конечно, на словах, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, мы сделаем то, пятое-десятое, но ничего вот по сей день не происходит. Я не вижу никакой активности, чтобы вот это было. Ну, то есть нужны какие-то нам мероприятия, да? Ну, по крайней мере, в моем обывательском представлении, по крайней мере, хотя бы это должно быть. Ну, в общем, к чему мы можем с тобой, к какому выводу можем прийти? Перепись нам нужна, нет? Нужна, но надо, чтобы кто-то активнее работал, кто-то. Ну, в принципе, мы с Лясян уже начали работать, вы, в принципе, можете почитывать кое-какие статьи на Казанферсе, да. Ну, мы пока других не видим, да? Да, наш призыв. В общем, ребята, кто смотрит наше видео, кто читает меня в соцсетях, да? И меня на Казанферсе. Она тоже есть в соцсетях, да. В общем, ребята, давайте подключаемся, пока мы будем ждать этих лидеров общественного мнения, которые спят, да, у татар. Ну, мы, короче, нужно собираться, нужно работать. Не то нашим внукам, правнукам достанется общество из реальных эльфов, троллей и кто там еще. Ну, я Бэтменом еще, да, Бэтменом, Суперменом, в общем, ребята, всем спасибо.